Ну, давайте еще раз поздороваемся, поскольку я должен вас поблагодарить, что вы нашли время посидеть на вебинаре, посмотреть. Вебинар называется «Эмоциональное вовлечение студентов при обучении на электронном курсе». Значит, чему он посвящен? Он прежде всего посвящен тому, что у нас с вами появилась новая реальность, которая называется электронное обучение. Электронное обучение. У нас с вами есть закон об образовании. Есть статья 16, которая говорит о том, что реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И эта статья регламентирует, каким образом это все происходит. Причем она дает четкие определения. Ну, не то, что четкие, но, по крайней мере, понять можно, как у нас все в законодательстве. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и использованной при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных систем, сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействия обучающихся и педагогических работников. То есть электронное обучение – это, в общем, такой сложный конгломерат, куда включается непосредственно информация, которая содержится в базах данных, информация, которая содержится в электронных ресурсах, сами информационные технологии, коммуникационные платформы, в которых осуществляется информация, дальше, и при этом еще необязательной составной части является взаимодействие обучающихся и педагогических работников. То есть это такая большая-большая пирамида, где наверху стоит обучение, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при посредованном на расстоянии взаимодействия обучающихся и работников. В свое время, когда только выходило вот это вот электронное обучение, значит, преподаватели пугались, что может их вообще заменят, оказалось, что нет, потому что это определение, которое здесь есть, оно включает взаимодействие обучающихся и педагогических работников, и оно наследует то понимание, которое было заложено в свое время в ГОСТе на автоматизированной системе, там обслуживающий персонал тоже включался в понятие автоматизированной системы. То есть наша пирамида электронного обучения, она вот такая вот, и наверху у него все равно стоит взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Соответственно, раз у него стоит взаимодействие наверху этой пирамиды, то, соответственно, мы имеем право говорить о том, что у нас новая коммуникационная среда, и мы можем с вами рассматривать все вопросы, связанные с вовлечением. Только новым является здесь, относительно новым является суть старая, а оболочка и весь антураж является новым. Более простое определение, электронное обучение это процесс учебы с использованием информации, представленном в цифровом формате, и соответствующих технических средств, которые обеспечивают общение педагогов и студентов. И дистанционная образовательная технология это просто удаленная. И еще хорошее слово сейчас распространилось, и гелеринг, да, это калька с английского, и это электроник, электроник леринг, то есть электронное обучение, вот, и специалисты из ЮНЕСКО говорят просто, что гелеринг это обучение с помощью интернета и мультимедиа. Собственно, вот этот слайд говорит нам о том, что обучение с использованием дистанционных технологий это совсем уже не такая новая история. Известна ситуация, когда в 1728 году некий Калим Филиппс разместил в бастонской газете объявление о наборе студентов на курсы с кинографией и каллиграфией. И курсы проходили с помощью писем, то есть обучающимся посылали письма, они делали задания, посылали ответы, вот, и, соответственно, рекламный текст говорил, что все граждане, желающие получить навыки, могут быть обучены так же прекрасно, как если бы они жили в Бостоне с помощью нескольких уроков, отправляемых по почте еженедельно. То есть история, в общем-то, с дистанционным обучением, с электронными средствами, она достаточно старая, не надо видеть в ней что-то сверхсовременное и сверхудивительное. Вот, теперь мы с вами посмотрели, что такое определение электронной образовательной среды, электронного обучения и сказали, что наверху вот этой пирамиды технических средств, в которых там находится множество, в этой пирамиде множество слоев, а наверху находится взаимодействие, взаимодействие обучаемого и педагога. Взаимодействие происходит с какой целью? Цель осталась, опять же, прежняя, что и в старых методах обучения в педагогике. Это целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями, навыками развития творческих способностей и нравственных и этических взглядов. То есть обращаю внимание, что обучение это процесс целенаправленный. Целенаправленный. И соответственно, когда мы будем говорить об эмоциональном вовлечении, то эмоциональное вовлечение происходит на основе механизма идентификации себя с целью обучения. Вот, то есть обучение, еще раз повторяю, это процесс целенаправленный, педагогический процесс, который направлен на организацию и стимулирование активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками. Вот так. То есть вершина вот этой технической пирамиды средств, где осталось обучение, все равно она подчинена вот этому целенаправленному процессу. Следующее модное слово, которое у нас с вами возникло и появилось в последнее время в ходу, это слово педагогическая технология. Педагогическая технология, оно как бы долго приживалось, долго приживался этот термин, но в конце концов он прижился. И мы с вами говорим о том, что педагогическая технология это специальный набор форм, методов, способов, приемов, обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических установок и приводящих всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата. То есть, благодаря вот этим техническим средствам произошло новое, вы хорошо знаете, наверное, такое слово, которое сейчас есть доказательная педагогика, да, то есть, когда немножко поставили на такие технические процессы обучения, благодаря использованию электронных средств, поставили немножко на такие технические, на технические рельсы. Вот, и как от всякой технологии, технология же у нас всегда дает какой-то конечный результат, заданный в определенных технологических рамках. Соответственно, и когда мы перенесли на педагогику термин технологию, то мы тоже пришли сразу к необходимости того, что педагогическая технология это набор средств, который всегда ведет к достижению прогнозируемого образовательного результата. Вот в чем смысл этой педагогической технологии. Соответственно, когда мы с вами рассматриваем вопросы эмоционального вовлечения, то понятно, что эмоциональное вовлечение, оно повышает шансы достичь вот этого прогнозируемого образовательного результата. То есть эмоциональное вовлечение выступает мощным средством, который позволяет вот этого прогнозируемого образовательного результата нам с вами достигать. Ну, конечно, мы здесь не можем абсолютно на 100% гарантировать, что у нас будет достигнут вот этот образовательный результат. И поэтому здесь говорится о том, что у нас есть допустимая норма отклонения. То есть все равно мало ли какие неожиданности могут быть. И просто так вот взять и сказать, что мы 100% абсолютно всех там обучим, сделаем и так далее. Мы, конечно, этого не можем. Но, по крайней мере, мы должны гарантировать, что у нас есть прогнозируемый образовательный результат. У нас есть допустимая норма отклонения. И сейчас появилась необходимость вот в этой пирамиде технических средств, в этой пирамиде взаимодействия увидеть эмоциональный аспект, эмоциональное вовлечение какое-то. Для того, чтобы мы могли гарантировать, что вот этот результат у нас будет получен с большими шансами, чем просто так, когда мы рассматриваем просто какую-то сухую, даем сухую информацию, сухую лекцию и так далее. Теперь я расскажу свою личную точку зрения на то, что такое электронное обучение. Что такое электронное обучение? Я использую алгоритмический подход к электронному обучению. Что такое алгоритм? Алгоритм это термин, который произошел от имени арабского математика, алгоритми, который называется конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач или набор инструкций, описывающий порядок действия исполнителя при решении некоторой задачи. То есть на предыдущем слайде мы с вами говорили о том, что педагогическая технология должна обеспечивать получение прогнозируемого результата с заданными параметрами, с заданными характеристиками. А коль скоро она должна обеспечивать получение результата с заданными характеристиками, то вполне логично считать, что технологию педагогическую и электронное обучение рассматривать как алгоритм. Рассматривать как алгоритм, который задает студенту набор действий. Набор действий, которые студент должен выполнить для того, чтобы закончить этот курс. В общем-то это логично, раз это собственно как логически связано, логически вытекает из предыдущего понятия о том, что есть педагогические технологии. И соответственно, когда мы приходим к алгоритмическому подходу. Вот и здесь вот у нас есть с вами такая диаграммка, у нас есть начало этого алгоритма, конец этого алгоритма, набор действий по темам. И поскольку компьютер содержит все учебные материалы, то электронный учебный курс мы можем рассматривать как алгоритм обучения для студента. Мы можем его рассматривать, как, ничто нам не мешает, рассматривать электронный учебный курс как алгоритм обучения для студента. Идем дальше. Значит вот, а конкретней, а конкретней это выглядит вот так. У нас с вами есть тематический учебный план. В тематическом учебном плане прописана, скажем, тема 1, прописано ее содержание. Прописана тема 2, прописано ее содержание. Там какая-то последняя тема курса, прописано ее содержание. Когда мы ведем с вами речь про алгоритмический подход, то мы вот эти обозначения прямо заменяем на шаги алгоритма. То есть вместо темы 1 у нас получается шаг 1. Для того, чтобы этот шаг 1 сделать, у нас обучаемый должен выполнить какие-то действия. То есть мы ему даем какой-то материал, он должен этот материал прочитать, с ним ознакомиться. Значит на основе этого материала сдать тест или какое-то контрольное мероприятие. Тогда мы можем ему открыть доступ. Тогда он может выполнить шаг 2. Значит тоже перейти к следующей теме. Тоже какие-то электронные материалы прочитать, что-то выучить, что-то сделать. И таким образом дальше перейти, переходить к следующим темам. То есть в принципе это как раз подход на основе алгоритма. То есть мы содержание темы заменяем элементами электронного обучения определенными кирпичиками. И собственно это как бы подход, который реализуется в том учебном курсе, про который говорила Татьяна. Про создание электронных учебных курсов в Мудле. То есть он прямо там реализован и там прямо считается, что в зависимости от содержания мы должны поставить в эту тему определенные кирпичики, элементы, которые... Так, тут кто-то в эфир хочет выйти. Ну я нажал разрешение. Говорите. Так, я вам микрофон включил. Я вам микрофон включил. Не знаю, может Татьяна тут еще мне поможет. Вот, запрос на включение микрофона вам отправлен. Сейчас я напишу Татьяне. Она нас с вами поддержит. О, так. Так, вот. Включите микрофон. А у вас камера есть там? Александр Николаевич, кончайте хулиганить. Я понял. Коллеги, Александр Николаевич, все общение у нас происходит только в чате, поэтому если вдруг вылезает какой-то запрос на подключение, мы не подключаем слушателей. В эфире только спикер и модератор, если вдруг что-то происходит. Поэтому, пожалуйста, большая просьба. Есть ли какие-то вопросы или комментарии к Александру Николаевичу, пожалуйста, письменно пишем в чат. Да, кто-то случайно можно промахнуться, я это прекрасно понимаю, поэтому просто еще раз напоминаю, да, коллеги, в эфир не выходим. Все вопросы пишем в чат, и Александр Николаевич на них голосом уже ответит. Ладно, все, договорились. Так, вот мы с вами рассмотрели алгоритмический подход к электронному учебному курсу. Собственно, типичный шаг этого алгоритма, либо внутри темы, либо даже в самой теме. Он очень простой. Мы должны предоставить студенту информацию, от студентов получить обратную связь, то есть какие-то результаты. Или мы можем там по-разному, мы рассматриваем в Мудле множество способов получить обратную связь. Я буду про это говорить дальше. Это не только тесты, это и самооценки, и классарии, и там много-много возможностей достаточно. После этого мы принимаем решение, освоен материал или нет. И, соответственно, основе этого решения мы либо допускаем студента к следующему элементу, к следующей теме, либо мы говорим, что еще недостаточно подготовлен. И пока что тебе рано изучать следующую тему. Вот. А теперь вопрос, как вот этот вот алгоритмический подход, противоречит ли алгоритмический подход эмоциональному вовлечению? То есть возможно ли, возможно ли эмоциональное обвовлечение при алгоритмическом подходе? Оказывается, собственно, тоже ничего в этом таинственного нету. Все это уже давно использовано, испробовано в индустрии компьютерных игр. То есть что такое современная компьютерная игра? Современная компьютерная игра, это тоже по сути дела алгоритм. Но только он может быть не такой жесткий, где студенту надо пройти все темы. А ему может быть надо набрать определенное количество очков, тогда у него откроется. Это, кстати, тоже можно сделать в Мудле. Вот. Я потом про это тоже поговорю, как это можно сделать. Вот. Но мы знаем из индустрии компьютерных мир, компьютерных игр, следующие приемы, которые существуют для эмоционального вовлечения. Идентификация с игровым персонажем, погружение, нарратив, погружение в выдуманный мир, инициация, то есть посвящение какое-то специальное мы организуем, незавершенное действие, соревнование и удовлетворение фрустрированных потребностей. Вот. То есть, в принципе, уже как бы на практике эти все механизмы опробованы и возникает только вопрос, каким образом и какие механизмы нам можно попытаться внедрить в процесс электронного обучения. Вот. Теперь, когда мы говорим про, проговорили про компьютер, про электронное обучение, про алгоритмический подход к электронному обучению, давайте поговорим, что такое вовлеченность. Вовлеченность – это глагольное существительное, от глагола вовлечь, вовлекать, то есть, побудить, привлечь к участию в чем-либо. Вот. Это первое значение. Либо понимается физическое, эмоциональное, интеллектуальное состояние, в котором сотрудники стремятся делать работу как можно лучше. И придумали этот термин социальные психологи. психологи, оно, вовлечение, само по себе, оно применялось для оценки, вовлечения людей и адаптации людей к роли. То есть, социальные психологи, они занимаются тем, что изучают роли человека, который человек играет в обществе. и степень адаптации к этой роли, которую человек играет в обществе, она будет измеряться вот этим эмоциональным вовлечением. И первое определение, которое дал Вильям Канн, у него звучит так, что это формальное определение вовлечения персонала, привязанность членов организации к своим рабочим ролям, вовлеченные люди используют и выражают себя физически, познавательно и эмоционально во время реализации ролевого поведения. То есть, когда они попадают в такую ситуацию, что они должны играть роль соответствующую социальную, то у них включается вот этот комплекс, комплекс физических реакций, комплекс когнитивных реакций познавательных и комплекс эмоциональных реакций. И вот в это время, когда он участвует в ролевом поведении, мы смотрим, как изменяется поведение человека, когда он находится в этой роли, когда он себя идентифицирует с этой ролью и можем судить о том, насколько он сильно вовлечен в вовлечен в пребывании в этой роли, насколько он себя с ней хорошо идентифицирует. Вот тут молодой человек, специальная фотография, он с увлечением что-то такое делает, что-то отмечает, вот очень заинтересованно. И основой вовлечения и способами, механизмом вовлечения является идентификация. Идентификация, профессиональная идентификация, это объективная, то есть мы же рассматриваем процедуру электронного обучения и мы рассматриваем вовлеченность для студента. И мы рассматриваем эту вовлеченность с точки зрения конечного результата, конечного результата обучения, который мы должны достигнуть. Соответственно, мы используем подход, основанный на профессиональной идентификации, то есть профессиональная идентификация, это объективное и субъективное единство с профессиональной группой, делом, которое обуславливает преемственность профессиональных характеристик, норм ролей, статусов личности, и когда обязательно для профессиональной идентификации существует объективное единство, образ группы. То есть в неком общественном сознании должен быть образ группы. и собственно студенту мы должны, когда мы с вами говорим об эмоциональном вовлечении студента, мы должны вот эту всю схему, чтобы она у студента выстроилась в голове. То есть он должен увидеть вот этот образ группы, то есть как эта группа представляется и отражается в общественном сознании, он должен соотнести себя с этой группой и понять я могу быть вот в этой группе, я могу принадлежать этой группе. И если он решает, если он решает, что да, он может принадлежать вот этой группе, то тогда он начинает у нас активно и заинтересованно участвовать в педагогическом процессе. То есть основа-то вот в чем. То есть студент должен посмотреть, мы должны ему показать конечный образ, вот этот образ группы, то есть образ тех специалистов, которые готовятся, социальное значение, образ тех специалистов, которые готовятся. Дальше студент может себя соотнести с этими, попытается, он не может, а он должен попытаться, он должен попытаться себя соотнести с этими специалистами и увидеть, увидеть, он может выступать в этой роли или не может. И если он может выступать в этой роли, ему тогда становится, ему становится вот это все, ему становится ситуация понятна, ему понятно к чему стремиться, ему понятно как он должен вовлекаться туда, и у него понятна конечная цель того педагогического процесса, про который я говорил, процесса Это с точки зрения педагогической технологии, которая должна обеспечивать ему гарантированный результат. То есть мы тогда на этом уровне студенту показываем, вот смотри, ты учишься на такого специалиста, вот они вот такие, вот они вот такие, вот они так себя ведут, они вот так выглядят, они вот так действуют, у них такое поведение. И попробуй себя с этой группой сопоставь, соотнеси. Ты можешь быть таким специалистом, можешь быть в этой группе, можешь принадлежать этой группе. И когда студент говорит, что да, я могу принадлежать, отвечает себе, что я могу принадлежать этой группе, то соответственно он тогда начинает идентифицировать себя, идентифицировать себя с членами этой общественной группы. И на этой основе происходит эмоциональное вовлечение студента в процедуру обучения в электронный учебный курс. Так, это понятно, вопросы какие-то есть? Вопросов нет. Ну хоть бы вопрос задали какой-нибудь. Вот, ладно, раз вопрос не задали, тогда будем двигаться дальше. Значит, как нам надо сформировать у студента в голове образ будущей профессии? То есть надо сформировать у студента два образа. Образ группы и образ себя в группе. Вот. То есть у нас как бы три задачи до идентификации. Для того, чтобы идентификация получилась, надо решить три задачи. Первая задача это, как конкретно понять образ повара, столяра, маляра, ну, а как конкретно, например, понять образ начальника? Я вот потом буду дальше рассказывать про руководителя, про начальника. То есть мы должны сказать, какой он, чем он отличается от немаляра, да? Как он себя ведет, то есть как он выглядит, как он себя ведет, чем он отличается, да? Попробовать дать возможность у студента себя представить на его месте. Ну понятно, что в галстуке и с большой головой, да? Ну это бы, наверное, про начальника. Про начальника мы дальше поговорим. Как конкретно можно это выполнить. И у нас есть три задачи. Первая сформировать образ группы. То есть как выглядит вот эта группа. А кстати, вот кино показываете, да? У нас же есть там фильмы, где фигурируют эти люди. Какие-то литературные произведения. То есть это можно сделать выборку и набрать вот таких материалов, где они описываются, их характеристики. И мы должны сделать следующее. Мы должны сделать образ группы, создать. Создать образ себя в группе. Мы должны создать систему мотивации. То есть когда он себя идентифицировал, мы должны создать ему систему мотивации. Мы должны толкать. И не так просто. Начальник индивидуал, его плохо вовлекать в круг обычных работников. А зачем нам вовлекать начальника в круг обычных работников? Мы просто спрашивают, если группы нет, то только учитель учащийся. Ну, я не знаю, всегда же обучение идет в группе. И, собственно, это когда учитель учащийся, то это тоже не мешает нам рассказывать о том, какая социальная группа и что она из себя представляет. Это нисколько не зависит от численности. Теперь то, что начальник индивидуал, его плохо вовлекать в круг обычных работников, то немножко это про разные вещи идет. Мы-то говорим про социальную роль начальника, про образ социальной начальника, социальную роль руководителя. Вот. А не про то, что его куда-то вовлекают. То есть мы предоставляем возможность студентам представить себя начальниками. Представить себя в роли начальников. Вот. Не всем это пойдет. Вот. Не всем это пойдет. Но, значит, тогда они получат четкое представление, что ему это не надо. Либо ему это надо, либо ему это не надо. Но уже тогда будет ему понятно. Дальше. Усиление вовлеченности. Это вторая задача. То есть мы должны создать систему мотивации. И мы должны создать систему контроля вовлеченности. Вот. Три задачи, которые мы должны решить в электронном учебном курсе для того, чтобы создать эмоциональное вовлечение. Я это расскажу на примере курса проектный менеджмент. Вот. Я сказал, что поэтому презентацию не хочу, потому что она слишком... Вот. Опять, значит, не вопрос. Педагог, старосты, начальники. Нет. Староста это не начальник. Это его могут назначить. Мы ведем речь о том, что студенты могут себя представить начальниками. Представить. Если они представили себя начальниками, если они поняли, что они могут ими быть. Вот. То это другое дело. А тут не идет речь про то, что мы старосты у нас назначили или еще кого-то. Мы же говорим про то, что студент должен у тебя в голове сформировать вот это вот представление. И вот я рассказываю, почему я говорю, что на примере профессионального курса у меня есть курс проектный менеджмент. Проектный менеджмент. Он читается для бакалавров-архитекторов четвертого курса. Объем две зачетных единицы. Режим обучения смешанный. То есть у меня по понедельникам 10.45 онлайн. Слушателей там примерно 60 человек. И здесь вот вы видите не до конца, но основные темы вы видите этого курса. И видите вот эти замочки, которые здесь стоят. Это значит, что организация тем цепочечная. То есть когда он выполнил задание по жизненному циклу проекта, ему следующая тема открывается. Выполнил задание, ему открывается следующая тема. То есть мы с вами говорим о том, что система мотивации очень важна. То есть ему сначала надо показать, ему сначала надо показать вот этот образ группы. Он сначала должен себя попробовать представить себя начальником. Проанализировать свой опыт начальника, руководителя. Руководителя, проанализировать этот опыт. А потом уже дальше, когда он заинтересовался, он понял, что он может быть руководителем. А мы уже тогда с помощью системы мотивации мы начинаем его туда загонять, в эту социальную роль. Если мы рассмотрим профессиональный стандарт, профессиональный стандарт архитектора, то у него есть три функции. Первая трудовая функция – это самый низкий уровень разработки отдельных решений. Следующий уровень – разработка архитектурного раздела проектной документации. То есть это более высокий уровень. И С – это самый высокий уровень. Это руководство процессом проектирования. Не увидел в проектном менеджменте ТЗ, ТП, ТЗ, устава. Ну, там оно все есть. Это мы отдельно поговорим, потому что я не придерживаюсь такой точки зрения канонической, что обязательно нужен устав или еще какие-то вещи. Он в нашу практику слабо вписывается, поэтому я просто студентам о нем говорю, но они не пишут, как таковый устав. Вот. Дальше. Мы, смотрите, вот руководство процессом. Руководство процессом. То есть мы мотивируем студентов. Мотивируем студентов каким образом? Мы говорим, что в профессиональном стандарте у них есть вот такая функция. Трудовая функция руководства процессом. Вот. Архитектурно-строительного проектирования. Соответственно, теперь надо выстроить его профессиональную идентичность, его социальную роль. Социальную роль, я против, опять же, не хочу, чтобы он себя считал архитектором, который руководит каким-то процессом. Я хочу, чтобы у него была более сильная идентичность просто как руководитель. Потому что студентам, особенно четвертого курса, они как бы, ну, где-то вот они учат, изучают сами себя, свои возможности, и поэтому ему важно, чтобы у них было как можно больше разных путей для развития. И поэтому с этой точки зрения, с тем, что у них больше разных путей для развития, вот, у него, значит, в курсе, ему говорится, что у него социальная роль – это руководитель. То есть это более общая социальная роль, чем в профессиональном стандарте. И, соответственно, мы его настраиваем, как бы он настраивается на то, что себя соотнести, и попробовать себя в роли руководителя. Как строится система мотивации? Система мотивации, значит, она строится следующим образом. В каждой теме есть два задания. Одно задание обязательное для открытия следующей темы, а одно задание дополнительное для саморазвития. И то и другое задание поощряется, но поощряется следующим образом. Поскольку любому руководителю очень важно иметь грамотный, грамотно управлять своим временем, иметь, значит, тайм-менеджмент, да, вот, или как у боксеров там говорится, тайминг. Соответственно, большое внимание уделяется тому, чтобы выполнялись обязательные задания в установленный срок. Вот, то есть мы, то есть я поощряю, чтобы они шли по календарному графику, по тематическому плану, соответственно, они выполняли задания в установленный срок. То есть вот у них к понедельнику, у них должна быть предыдущая тема, все задания по предыдущей теме закончены, вот, и они должны приступить к изучению новой темы. Понятно, что не всегда это удается. В общем, жизнь – это жизнь, да, там кто-то болеет, кто-то что-то, но тем не менее там есть такой определенный процент, который поддерживает, который вот сформировалось, ядро, которое движется, ну, процентов 60, наверное, от группы, которая вовремя все делает, изучает курс, хотя он достаточно, там много тем разных. Следующим образом, как поощряется и почему поощряется? То есть система поощрения основана на значках, или, как выражается молодежь, на ачивках. Ачивки – это от слова, опять же, молодежь его переделала, это от английского слова achievement, достижение, достижение или ачивки, то есть это на самом деле просто значок за поощрение. Меня лично на идею со значками натолкнуло, опять же, общение со студентами, когда мы с ними делали глубинное интервью. Глубинное интервью, и они мне рассказали сами, что вот особенность современного поколения в том, что оно хочет результат сразу здесь и сейчас. И что результат этот, он, неважно даже, может быть, вот в какой-то, ну, в виде какого-то небольшого подарочка, небольшого, какой-то, какой-то благодарности, но он должен появиться здесь и сейчас. И поэтому для этой системы хорошо как раз подходит система значков, которая есть в Мудле. Вот, система значков или, значит, как молодежь говорит, ачивках. То есть они, ачивки они получать любят. Некоторые даже жалеют, там пишут, что вот я там, да, 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 ачивки – это элемент гиммификации. Вот, они, соответственно, пишут, что вот я там опоздал, не смог выполнить работу, не получу очередную ачивку. Как-то это, в общем, на них более-менее действует. Следующий момент. Система вот этих поощрений, система поощрений позволяет отказаться от традиционной системы оценок. Позволяет отказаться от традиционной системы оценок. Почему? Почему в данном случае целесообразно? Если мы говорим, если мы вернемся к первоначальной идее нашего курса, к тому, что надо поощрять эмоциональное вовлечение студента, то оценкой, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд, да, я тут не говорю, что я какую-то истину там в последней инстанции вам обещаю, но я говорю, что традиционной оценкой сложнее. Сложнее студента мотивировать, нежели вот поощрениями за выполнение каких-то заданий. То есть, все-таки оценка, это система контроля, оценка, у нее есть функция контрольная и так далее, а ачивки, это система поощрительная. То есть, надо, я решил больше применять поощрительную систему. Соответственно, еще один элемент контроль эмоционального состояния студента. То есть, надо смотреть, с каким настроением он заканчивает тему, сложно ему, не сложно, сколько он времени потратил и так далее. Вот, значит, это часть вот этих ачивок, которые есть в курсе. Ну, значит, вот тут за выполнение иконка, этот самый, как его, из «Звездных войн» до «Йода», вот, с надписью «Ты завершил задание в срок, да пребудет с тобой сила». То есть, это еще и надо, как бы, апеллировать молодежи на ее языке. Я специально консультировался со студентами, каким образом сделать ачивки, значит, что их будет мотивировать, что их не будет мотивировать. Ну, и, в общем-то, смотрите, вот достаточно высокий процент. Я говорил, что там порядка 60 человек учатся. И вот срок достаточно большой, чем процент студентов. Видите, вот 40, 44, 46, 55, 64. Нет, вот это вот 55. То есть, это общее количество. Из 62 завершают задание в срок и получают, соответственно, какие-то поощрения за это. И это формирует, опять же, привычку к... То есть, это качество... Для чего это сделано? Это завершение задания в срок и умение исполнять свои обязательства. Это качество руководителя. То есть, они должны почувствовать себя руководителями. И именно поэтому они должны выполнять задание в срок. Не потому, что их кто-то гонит палкой или ставит какие-то оценки, а исходя из того, что они чувствуют себя руководителями, которые ответственны. Которые ответственны за то, чтобы выполнять задание в срок. Следующее. Как формировалась идентичность, я тоже покажу на нескольких примерах. Значит, у меня есть, например, лекции, презентационные материалы. Вот 10.45, онлайн там проходит. Вот, я чуть-чуть лету читаю. Вот, ну, дополнительные материалы, например, были, которые позволяют сформировать вот этот образ. Самопрезентация. Проектные кейсы и самооценка руководителя. Вот это начальные элементы, которые в них позволяют сформировать вот этот образ. Проверить на себе, могут ли они быть в роли руководителя. И управление временем в курсе, тайм-менеджмент, поскольку сделано таким образом, что следующая тема курса открывается после предыдущей, открывается она после того, как они заполнят еженедельный отчет. Вот, еженедельный отчет, это я взял такую практику из компании MCF, технологии MCF, это Microsoft Framework Solution. Там рекомендуется, там вообще-то, в принципе, всем рекомендуется. Я когда занимался, у меня был проектный офис, когда я его делал, я тоже эту систему использовал, внедрял, чтобы каждый работник заполнял их недельный отчет. Отчет это очень простой. Значит, каждую неделю студент, когда выполнил задание, он пишет отчет по теме и очень простой. Какие задания выполнены, перечислить, сколько времени потрачено на каждое задание, что планируется сделать на следующей неделе, сколько времени планируется потратить на выполнение задания и эмоциональное состояние. То есть я вам говорил, что важен очень эмоциональный контроль за настроем студента. Ну и я попутал вот сюда вот, собственно, в MCF-то вот этого не было эмоционального состояния. Я бы его добавил. Но, опять же, его надо обосновать. Его надо обосновать, потому что просто так студент не будет. А обосновать его можно только, опять же, апелляцией к образу руководителя. То есть представить ему какие-то материалы о том, что для руководителя очень важно умение слушать подчиненных, что для руководителя очень важен эмоциональный интеллект. И тогда лучший способ попрактиковаться в эмоциональном интеллекте это вот обслеживать свое эмоциональное состояние. То есть необходима подводка к этому. Нельзя просто так ему сказать, давай, там, Вася описывает, он скажет, ну, не буду. Ему надо, его как бы надо к этой мысли подвести, убедить, что это нужно для, что это качество, которое необходимо руководителю. Что только с наличием определенного эмоционального интеллекта ты можешь стать, ощутить себя руководителем, стать руководителем. Ну, вот так вот выглядит задание по самопрезентации. Кстати, вот вы видите, что здесь активно используются вот эти все молодежные мемы, по которым я опять же консультировался со студентами. Вот, и написано задание, задание темы, а потом написано, значит, этот мем, что ты просишь меня сделать буст, но даже не подписался на паблике, вот этот герой из Крестного Отца. Значит, что у нас? Это задание по самопрезентации. Значит, это тип задания дополнительный, поощрение за него, это значок, ачивка. Всего было получено, как ни странно, то есть 67 сообщений. Они написали 67 сообщений. Причем, значит, так, если их вот грубо разделить по типам, 43 высказали конкретное ожидание, чего они хотят от этого курса. То есть задание по самопрезентации было следующее. Уважаемые слушатели, поскольку курс у нас по выбору, я всех не знаю, то это форма для самопрезентации. Напишите свои имена, способы связи, напишите, что хотите от курса, свои ожидания. И они написали свои ожидания, вот всего 67 постов. Значит, у кого-то есть какие-то, кто-то хочет неопределенность, просто говорит, я хочу получить там какие-нибудь новые знания. Но он хочет, понимаете, он хочет. То есть у него есть уже вот этот позыв, что он чего-то хочет получить. А 43 прямо конкретно написали, там мне понравилась одна темушка, очень кратко сформулировала, сказал, я хочу научиться руководить. И поставил он скрицательный знак. Вот, все. То есть, как бы у них, по этому заданию видно, что у них есть интерес к этому. Ачивки для России, может быть, лучше. Ну, в зависимости, конечно, в зависимости от профиля, там надо, конечно, надо подбирать, надо хорошо знать материал, чтобы подобрать эту систему ачивок, подобрать систему мотивации. Тут я абсолютно согласен. Ну, и мы сделаем отсюда вывод, что у них есть первичный интерес. Есть у них, у студентов, первичный интерес. Есть желание как-то поинтересоваться. Значит, вот, это вот вывод, который сделан по результатам выполнения первого задания. Следующее задание, это называю, у меня было проектные кейсы. И у меня была, когда-то в свое время училась одна студентка примерно на таком же курсе, но у нее был хороший литературный темперамент. Хороший литературный темперамент, и я как-то ее попросил написать несколько проектных кейсов. Вот прямо так Павел Юрьевич решил ударить по всем скидкой. Значит, вот. И я ее попросил, она мне написала несколько кейсов, они так живо эмоциональным таким языком написаны, и я их разместил для затравки. И написал, что здесь вот приводится проектные кейсы студентов. Прочитайте, выберите тот, который понравился, напишите свои комменты, попробуйте написать свой кейс. Ну и помните, что нет хороших или плохих решений, есть только опыт. Соответственно, это тоже дополнительное задание. Тоже дополнительное задание, которое ничего не дает им. Вот в прямом, таком меркантильном смысле, чтобы открыть следующую тему. Но они все равно его стали выполнять. За него дается тоже ачивка. Всего они написали тоже 56 постов. То есть тоже практически вся группа отписалась, вспомнилась. То есть это что такое? Проектный кейс. Это опыт студента, когда он поучаствовал в какой-то работе на какого-то заказчика, в каком-то проекте поучаствовал. И получил... Там есть и положительные опыты, там есть и отрицательные. И вообще довольно интересно их почитать, эти посты, как студенты себя вот в этой ситуации проявляли. И что у них получалось. Вот. И вывод, который я делаю, что у них имеется опыт. Имеется опыт. Они соприкасались вот с этой социальной ролью руководителя. То есть у них кто-то был руководитель. Значит, кого-то кинули, кому-то недоплатили, кто-то успешно закончил. Там разные есть случаи, но по крайней мере они вот эту социальную роль, руководителя как социальную роль, они понимают, что это такое. Они понимают, что это такое, и они с ней соприкасались. Вот. Задание 3. Задание 3 по самооценке. А самооценка – это вообще очень мощное средство. Это очень мощное средство. Мы говорили, что для студента очень важно, чтобы он себя, он увидел вот этот образ группы, какие есть начальники. Вот они, кстати, на кейсах-то, на проектах, они когда рассказали свой опыт общения, то у них создалось представление о некой такой обобщенной роли руководителя. Какие бывают руководители? Хорошие, плохие, такие, сякие. Вот, ну, всех. Вот это было. А после этого вот как раз это упражнение направлено на то, чтобы у них самооценка. То есть, сделать вот эту самоидентификацию. Я могу быть в этой группе или нет? Могу я быть в этой группе руководителей или не могу? И для того, чтобы у них самоидентификация вот эта прошла, было третье задание по самооценке. Это тоже дополнительное задание. Кстати, вот обратите внимание, что это тоже дополнительное задание. Вот, что поощрение за него, это значок, вот эта ачивка. Всего было дано 64 ответа. То есть, опять же, практически вся группа. Вот вся группа, сколько, даже, не знаю, кто-то еще, наверное, к ним присоединился. Попробовала себя отождествить с ролью руководителя. Но, здесь важно не, как бы, не нашего, вот этого, про которого тут говорили с большой головой в шапке, в большой фуражке. Нельзя ни в коем случае вот эту вульгаризацию образа допускать. Надо, как бы, очень так подойти, деликатно, не допускать вульгаризацию образа руководителя. И я взял компетенции руководителя, то есть, поскольку ориентируем студента на более широкую социальную роль, на роль руководителя, то выбирал компетенции по системе, это старая книжка, Лайл Спенсер младший, компетенции в работе. Ну, вот она мне очень понравилась в свое время, и она меня, я же человек, который получил, естественно, научное образование, кандидат в физмат-наук, хоть иногда и приходится вот тут всякие педагогические проблемы решать, но она меня, как человека с научным образованием, она убедила. И вот, я ее использую, потому что у них именно такой, естественно, научный подход. Они делят, они выделяют среди общих компетенций руководителя пять основных. Воздействие и оказание влияния, то есть, это умение убедить человека, переубедить, договориться, то есть, чтобы он как бы пошел за тобой. Вот, ориентация на достижение, то есть, руководитель всегда ориентирован на результат. Командная работа и сотрудничество, это вот, кстати говоря, опять же, противоречит тому, что мы сказали, что руководитель индивидуал, вовсе не так, ему обязательно нужна командная работа и сотрудничество, аналитическое мышление, инициатива. То есть, и поэтому, потом, а еще каждая компетенция имеет ряд индикаторов и предлагалось задание по самооценке каждой компетенции по шкале от 1 до 5. Вот результаты. Вот результаты, например, первый индикатор первой компетенции, он формулируется так, я рассчитываю, как определенные слова или действия скажутся на других людях. и человек, сам студент, сам себе ставит оценку. Насколько сильно, мы видим, смотрите, насколько сильно смещено это распределение. То есть, они как бы себя представили вот в этой роли руководителя, потому что, если бы они, если бы это было случайным образом, у нас было больше всего там, скажем, время от времени, редко, никогда были бы параметры. А здесь большая часть группы, она себя как бы представила в этой роли, сказала, что да, я там рассчитываю, я там представляю, как мои слова скажутся на других людях. Значит, дальше, составляющие первой компетенции. Я использую различные способы прямого убеждения, обращения к фактам, к логике. Вот тоже, значит, смотрите, ответы. Они тоже, они тоже все смещены в сторону всегда или в сторону часто. Да, то есть, это говорит о том, что студенты, они себя идентифицируют с этой роли, то есть, они хотят быть такими. Может быть, на самом деле это и не так, может быть, на самом деле они ничего не умеют, не используют эти способы прямого убеждения или еще что-то, но они хотят, они хотят это использовать, вот, и поэтому, как бы, они себя представляют в этой роли. Они хотят, чтобы они были такие, они хотят выглядеть такими. И вот это, как раз происходит, вот этот момент идентификации себя с группой. Происходит момент идентификации себя с группой, когда студенты говорят, что вот, да, я вот вижу себя вот таким, что я использую способ прямого убеждения, за счет логики, за счет фактов, я вот такой вот умный, умный и хороший. Дальше. Значит, мне важно доверие, признание, поощрение, одобрение группы. Ну, тоже вот мы видим, что ответы смещены, то есть, как бы они себя идентифицировали с групповой ролью руководителя, который работает в группе, который руководит группой, который действует, как бы притягивает группу, ее цементирует и так далее. То есть, вот, в принципе, я не буду все остальные диаграммы проводить, приводить, но мы можем сказать, что в целом заключить, даже по этим результатам, что у студентов, я согласен, что, конечно, конечно, менеджер проекта и лидер группы это абсолютно разные роли, это понятно, вот, но те компетенции, которые там, система компетенций, которые я использую, там есть, ну, они, во-первых, во-первых, они может быть и не абсолютно разные, потому что вот компетенции, воздействие, оказание влияния, то есть умение увлечь за собой, переубедить человека фактами, логикой, увлечь за собой, вот, это признак ведь не только лидера, но это и признак хорошего руководителя, профессиональный руководитель тоже должен уметь это делать. Вот, поэтому я просто здесь даже не буду какие-то вносить уточнения, просто взял вот их систему компетенций, ее использовал. И мы здесь можем видеть, что, сделать выводы по результатам вот этих первоначальных заданий, что у студента есть представление, он сталкивался с руководителем как социальной ролью, он сталкивался с руководителем как социальной ролью, у него есть представление о том, каким образом он должен, должен выглядеть, то есть он согласен заполнять анкету для самооценки, то есть он согласен с этим набором компетенций, причем это было дополнительное задание, это было не основное задание, то есть он согласен с этим набором компетенций, вот, и он видит себя в этой группе, то есть он как бы оценивает по баллам, и в общем-то большинство, они как бы себя в этой группе видят. Вот. И мы говорим о том, что вот у них есть идентификация себя с ролью руководителя. Ну, еще у меня есть такие мотивационные профили я строил, значит, по первой неделе. Очень хорошо заряжено. Вот смотрите, процент студентов, значит, я сказал, что в понедельник с утра происходит лекция, происходит онлайн, и 15% студентов дополнительные задания выполняют в тот же день. Вот. Это в начале. Вот. То есть мы видим, что у них достаточно хорошая мотивация сформирована для обучения вот на этой диаграмме. Ну, на второй неделе, значит, у них там падает мотивация, они все начинают, как обычно, студенты все выполнять в последний день. Но, тем не менее, в воскресенье, в воскресенье они все задания выполняют. Вот. Ну, там есть по другим неделям тоже эти профили мотивационные. И теперь мы, собственно, перейдем к тому курсу, который называется разработка электронных учебных курсов в Мудле. Наверное, можно. Почему нет? Я обращался к студентам, они мне там эти всякие скинули мемы, которые у них популярны в их среде. Поэтому надо обратиться к школьникам тоже. Вот. Давайте я сейчас, подождите, давайте я расскажу. У нас хорошая с вами дискуссия. Я просто скажу сейчас немножко про структуру курса, и потом мы поговорим про ответы на ваши вопросы. Значит, у нас полный объем курса 72 часа. Большинство у нас заданий с помощью элемента форум предусмотрено 10 вебинаров. Полтора часа вебинар происходит два раза в неделю. Правда, Павел меня тут переориентировал. Он сказал, что у них новая система, и вебинары сдвоенные по субботам. Ну, это уже рабочий момент. Основное количество тем в курсе 10. Ну, давайте вы меня все-таки отвлекли. Ладно. Отвлекли от обязательного. Ладно. Значит, начну с того, что разные уровни ответственности студент, учащийся менеджер проекта, лидер группы. Понимаете, вот здесь происходит определенная путаница, когда вы начинаете их разделять там. Менеджер проекта, лидер группы. Да, это психологически разные роли. Но мы-то говорим про роль социальную. Мы говорим про роль социальную, когда любой из студентов, он может побывать, у него есть шанс, либо побывать, столкнуться с руководителем, выполнять какой-то проект. И, соответственно, у него есть представление о том, какой он должен быть, какой образ вот этой социальной роли руководителя. А то, что они есть менеджер проекта, лидер группы, это понятно, что у них разные индивидуальные психологические навыки. Но я же вам демонстрировал анкету для самооценки. Они хотят себя видеть-то вот такими. Мы же говорим-то про что? Не про то, что у них разные психологические темпераменты, а как они себя хотят видеть. И вот здесь из анкеты-то видно, что они себя хотят видеть-то вот такими. Другое дело, как у них это получается, но желание вот такое у них есть. Вот про что мы говорим, про эмоциональное вовлечение. Дальше. Используете ли вы на курсе взаимооценивания для повышения уровня вовлеченности? У меня есть один семинар, в котором они пишут концепцию и потом взаимооценивают друг друга. Да, вот сейчас будет это задание как раз. Сегодня прошло оно. Я им сказал, что последний, кто не сдал концепцию, тот пусть сдает. А потом мы переходим в режим взаимооценивания. Но взаимооценивание, опять же, это не повышение вовлеченности. Понимаете, вы должны понять, что взаимооценивание – это просто педагогическая технология. И она не всегда будет работать. Она не всегда будет работать так, как вы хотите. Я говорю, когда я говорю про вовлечение, то я говорю, что основа вовлечения – это идентификация себя. Идентификация себя социальной ролью. И вот на примере, еще раз хочу сказать, что на примере вот этой самооценки студенты хотят, они хотят, чтобы у них была хорошо грамотная, хорошо поставленная речь, чтобы они могли убеждать слушателей, чтобы они выглядели авторитетно и так далее. Вот про что идет речь. На вот этом эффекте мы вот этот эффект должны использовать. То есть, как студенты себя видят. Ну, понимаете, научить студентов, как это делать, они без вас сталкивались. Они уже с этим все равно так или иначе без вас сталкивались. Кто-то попробовал устроиться на работу, кто-то попробовал еще что-то сделать. То есть, у кого-то, какой-то у них опыт есть, где им важно, чтобы они поделились вот этим опытом своим. Поделились. И тогда у них в группе, независимо от меня, у них в группе сформируется представление. Каждый каким-то своим опытом поделится. Я раньше вот это задание по самопрезентации формулировал вообще так. Написать опыт двух своих проектов. Самого удачного и самого неудачного. Ну, они начинают как-то так, не очень хорошо на неудачный проект реагировать. Поэтому я просто на самотек пустил, сказал, хотите, вот, пишите. И они стали писать. Они стали писать. То есть, мы пытаемся их учить, но мы не знаем того опыта, который у них есть. Той базы, которая у них есть. А если мы соберем эту базу, соберем вот эту базу и ее запустим в действие, то будет совсем другой эффект. Вот. Ну, первая тема в курсе – это принципы электронного обучения. Там, значит, есть задание, работа с глоссарием, решение кроссворта по теме. Работа с глоссарием там нужна за тем, что глоссарий можно использовать несколькими способами. Его можно использовать как глоссарий, можно использовать как оценочное средство. Вот. Можно для геймификации, скажем, на основе глоссария сделать кроссворд, который студенты будут решать. Им все равно это будет веселее, чем просто на какие-то тестовые вопросы отвечать. Это будет, это там первая тема в курсе. Вторая тема – это педагогический дизайн. Ну, это, в общем, модное слово. Да, то есть принципы разработки электронного курса, концепция курса, трудоемкость разработки курсов. И там разрабатывает преподаватель концепцию своего курса в рамках этой темы. Потом мы рассматриваем общую структуру пользователей, их роли, систему управления правами доступа курса и категории, структура учебного курса в Moodle, системы настроек учебного курса, правила хорошего тона. И, соответственно, кто-то, кто получает тариф «Активный слушатель», тому создается как бы на платформе вот этот электронный свой электронный учебный курс, где он может что-то попробовать там руками поделать, посмотреть. Практикум здесь – оформление шапки курса. Потом мы идем, рассматриваем коммуникацию со слушателем, то есть элементы, с помощью которых, элементы Moodle, с помощью которых можно передавать информацию. Это файл, страница, книга, лекция, тот же глоссарий и практику создания собственных элементов для передачи информации студенту. Потом следующая коммуникация со слушателем – это элементы для получения обратной связи. Это задания, форум, анкета, но и практикум тоже создания собственных элементов, типа задания, форум, анкета, семинары и так далее. Потом отдельная тема – это тесты. Тесты – это вообще очень отдельная, больная тема. Я вам прямо скажу, потому что у нас проблема в том, что у нас тесты заставляют всех делать, но нету культуры. Нету культуры создания тестов, какие-то кряво сформулированные вопросы, еще что-то. Хотя вроде как в Moodle там богатейшие возможности для создания тестов всякого рода. И можно сделать какие-то красивые, интересные такие вопросы, красивые, интересные тесты. У нас там тупо везде множественный выбор с одним вариантом или еще что-нибудь такое. В общем, это больная тема. Ну, потом идет вот как раз тема про геймификацию. Значит, здесь как раз геймификация, создание вот этих значков. И анализ, может быть, немножко будем анализ цифрового следа разбирать. Вот, если вы хотите посмотреть более подробно, то у меня есть статья, которая называется «Опыт анализа цифрового следа студента в Moodle». Можете вот ее почитать, взять. Там тоже достаточно интересно, интересный опыт анализа этого цифрового следа. В цифровой следователь входит не только оценка, но входят сообщения, которые они пишут на форуме. То есть, и вопрос состоит в том, каким способом, каким методом научиться анализировать весь объем информации, который оставляет студент в ходе изучения электронного курса. Вот, потом настройка системы компетенций. Это вообще отдельная тема какая-то. В Moodle есть совершенно как бы прикрученная слева, прикрученная слева система компетенций, которую я даже не знаю, кто у нас использует. Хотя формально она есть, и можно там ее настроить, можно ее использовать. Но как-то у нас почему-то это все, ну, не в ходу. Понятно, что традиционная оценка намного привычнее. Потом организация учебного процесса, зачисление, отчисление группы, там, глобальные группы, потоки и всякая вот такая штука. То есть, то, что больше связано с деканатом уже. И потом электронный учебный курс, как индивидуальная собственность, то есть, как зарегистрировать, как зарегистрировать электронный курс в РИНС, вот, как его создать, как зарегистрировать, вот, какие вообще есть еще виды интеллектуальной собственности у преподавателя, что он может зарегистрировать, чтобы получить авторские права. вот, ну и, собственно, а, это, этот диплом, вот, собственно говоря, на этом все с вебинаром. Давайте, если какие-то у вас есть вопросы, у нас небольшое время осталось, и можно его использовать, если у вас есть вопросы. Ну что, есть вопросы? Пожалуйста. Спасибо за разное видение процессов. Ну, не понял, с чем разное, но, ну, хорошо. Ладно. Где взять мотивацию, чтобы создать новые курсы? Ну, в себе. Вот, в себе. Может, вам будет интересно попробовать что-то поэкспериментировать. Это мотивация только внутри себя. Ну, кстати говоря, вообще-то в вузах за создание курса платят какие-то деньги. Правда, они, конечно, не покрывают те затраты нервной энергии, интеллектуальные затраты, которые необходимы для создания нового учебного курса. Ну, тут уж ничего не сделаешь. Ну, по крайней мере, у нас какая-то определенная полагается небольшая денежная надбавка за создание собственного электронного курса. Школьников на какие социальные роли? Ну, у школьников же представления, они идут от родителей. У школьников представления идут от родителей. Поэтому вы возьмите, посмотрите, кто является родителями, где они работают. И, соответственно, тогда вы поймете, на какие социальные роли их можно ориентировать. Сейчас, кстати говоря, вот я подписан на канал Миноборнауки, но там сплошь завалили. Они откуда-то взяли еще такую цифру, что 62% родителей хотели бы, чтобы их отпрыски продолжали к научную карьеру. Вот, пожалуйста, ориентируйте на роль ученого. Сейчас очень много, огромное внимание просто уделяется вот этому, особенно в связи с тем, с необходимостью достичь технологического суверенитета. Сейчас просто стали там очень активно это использовать. Вот. Ну, все, ладно. Всем спасибо. Всем спасибо за то, что нашли время, за то, что послушали. Давайте, я на этом с вами попрощаюсь. И если захотите продолжить в рамках учебного курса, то, соответственно, я буду рад вас там всех видеть. Все. До свидания.